Доброе утро! Доброе утро! Итак, ну, во-первых, мы вас поздравляем с победой конкурса! Благодарю! Ну, рассказывайте, как вы оказались на конкурсе, как он возник в вашей жизни? И что это за конкурс? С самого начала, да, и что это за конкурс? Вы знаете, это произошло очень спонтанно и неожиданно. Я не планировала никогда участвовать в конкурсах красоты, вообще считала это большой глупостью, потому что зачем кому-то... А зачем кому-то что-то доказывать? Кому-то что-то доказывать, что вы лучше, каждая девушка по-своему красивая. И сказать, что одна выделится и заняла первое место, и она стала самой-самой, я считаю, это неверно. Это очень такое субъективное мнение именно тех членов жюри, которые присутствовали на этом конкурсе. Но, тем не менее, что-то вас подвигло принять участие. Вы знаете, это было очень спонтанно, я расскажу предысторию. Я являюсь владельцем бизнеса, в которой ко мне просто пришла одна из девушек и предложила провести бесплатное мероприятие от женского клуба. На что я сказала, да, конечно, в качестве рекламы приходите без проблем. После этого эта девушка настоятельно меня просила прийти на кастинг в международную модельную базу. На что я говорила, вы что, я мама, мне 32 года, я замужем, у меня двое детей, какие кастинги, какой модельной и все остальное. То есть я отнекивалась как могла, но буквально через пару недель я оказалась на кастинге, прошла его. И после этого все очень быстро в моей жизни стало происходить, события меня... Все закрутилось? Все закрутилось, завертелось. Да, сначала я прошла модели второго тура этого международного проекта. А что, как нужно было проходить? Что, почему, по каким критериям оценивали? Смотрите, есть интересный такой женский клуб, в котором нужны все типажи девушек, вне зависимости от возраста и параметров. Основной, конечно, критерий есть, это фигура песочные часы, либо груша. Но неважно, это песочные часы 42-го размера или 56-го. Реш, это вот. Сейчас я, подождите, немножко мне нужно... Представь. Да, все, я представил. Да, то есть если говорить о моих параметрах, да, я не 90-60-90, но я 97-67-97. То есть буквально на 7 сантиметров, но побольше этих... Еще это конкурс для девушек. Нет, я просто... Говорят, не показывая на себе, но все равно так. Да, парней не берем, увы, к себе в клуб. Вот только для женщин и вне зависимости от возраста. У нас очень много проходит мероприятий и для детей, и для взрослых девушек и женщин. Так вот, вы прошли все эти этапы. Да, дальше. Отборочные. Да, отборочные. Дальше я поехала за границу для съемок «Глянцевый журнал». После того, как я вернулась в Ростов, мне поступило предложение поучаствовать в Москве, крупное дефиле, представить этот международный проект. На что я сказала, да, да, на один день, конечно, без проблем приеду. Буквально через три дня мне поступает звонок и говорит, ну все, тебя отобрали с 300 анкет, ты едешь представлять наш проект на международном конкурсе красоты. Вот как вы думаете, вот как такое же количество красивых девушек? Вот вы вообще видели их? Конечно, я видела всех девушек. Ну естественно, я думаю, что вряд ли она сточила закрытыми глазами. Они безумно красивы были. И вы знаете, я когда приехала, мне сразу сказали, ты смотри, на всех конкурсах обычно все куплено, ты ни на что не надейся, ни на короны, ни на ленты. Ну обычно наши девчонки участвуют, даже не занимают призовые места, даже ленту не берут. Вот просто наслаждайся этим моментом, покажи себя, представь наш проект достойно и на этом все. По сути, я и ехала с таким настроем, то есть об этом даже никто не знал, что я еду на конкурс, кроме моей мамы и супруга. Для всех это было просто дефиле. Вот, тем более у меня так сложилось, знаете, обстоятельства по-интересному. Наверное, все-таки в судьбе не просто так это все происходит. У меня должно было быть день рождения, буквально за два дня до конкурса. И было уже забронирован ресторан, друзья, все. И, вы знаете, я уже отказалась была, буквально за двое суток. Я говорю, вы знаете, а я не приеду. Вот так и так, у меня день рождения, вы говорили, на один день, а тут надо на четыре ехать. Не поеду я к вам. Вот, но так как мой характер сыграл здесь, наверное, такую ключевую роль, потому что мне организаторы ответили, ну, едешь не надо, 300 человек желающих, тебе выпал такой шанс, а ты отказываешься, ну и до свидания, найдем другую. И тут, конечно, мои лидерские, наверное, качества. Все смогу и все успею. Да, да, и я отменила празднование дня рождения, въехала в Москву, и, конечно же, когда это все произошло, когда мне одели корону, поставили охрану, подбежала куча пресс, телевидение, я не понимала, что происходит, вот, как это, что, у меня безумно красивая корона. Это был подарок на день рождения. Да, видимо, да, подарок судьбы, и, конечно же, конкурс красоты изменил мою жизнь кардинально. Да, давайте все-таки посмотрим, это корона с этого конкурса или нет? Вот эта, которую вы сегодня приняли. Смотрите, это такая корона, которую я беру с собой. На каждый день, знаешь? На каждый день, объясню, почему. А можно ее примерить? Да, конечно. Так, пожалуйста. Просто та корона, которую действительно я выиграла, и которая на всех наших фотографиях, эта корона весит полтора килограмма, чистое серебро, да, и она очень дорогая, и, увы, я ее везде не даю. Анастасия, вы не зря отменили свой день рождения, я хочу сказать. Да, не зря, не зря. Вы не отменили, вы его перенесли. Вот, на фото, вот это вот корона, да? Да, это вот корона с конкурса, именно с топ-модели. Анастасия, как ваш муж, как дети отреагировали на победу? Вы знаете, мой супруг был, наверное, немного в шоке, да, потому что он знал, что я активный по жизни человек, и всегда стремлюсь к чему-то новому, к развитию, к всему остальному. Но конкурсы красоты не входили, конечно же, в наши планы, вот, но он гордится мной, гордится моим. Он называет теперь моя королева? Конечно. Вы знаете, это было и до, и после, вот, потому что 11 лет брака, и, конечно же, это большая гордость для моей семьи. Мои дети, конечно, у меня двое деток, вот, 6-7 лет. Так зовут? Севастьяна Камила. Боже мой, Севастьяна Камила. Надо передать привет, Аня, на любви Камиле. Да, передайте, пожалуйста, привет, Аня, на любви Камиле. Севастьяна Камила, мама здесь, доброе утро. Мы обязательно ее вернем. Вот, Анастасия, что вы пожелаете девушкам, женщинам, чтобы они чувствовали себя королевой? Вот моя дочка, Вера, она говорит, мама, я хочу корону носить каждый день. Я же говорю, Вера, ну что люди подумают? Она говорит, она говорит, а надо каждой девочке ходить вот в короне. А как вы считаете? А вы знаете, я считаю, что правильно. Чтобы почувствовать себя королевой? Самое главное — это внутренний стержень, уверенность в себе и позитивный настрой. Мне кажется, это самое главное, что может быть, потому что очень много зависит от нас самих, от нашей энергетики и то, что мы посылаем вообще в массы и в мир. Если от нас это все исходит, то нас так и воспринимают. И неважно, участвовали когда-то вы в конкурсе, либо нет. Мне кажется, самое главное — это достойно себя вести, вообще правильно жить, да, и показывать пример всему миру и окружению, как должна выглядеть поистине настоящая королева, женщина. И это здорово, если ребенок так растет с такой уверенностью. У меня вот какой вопрос. У нас во всю идет предновогодняя неделя. Мы со всеми гостями общаемся, в том числе и о том, как они готовятся, как они встречают Новый год. У вас в семье есть традиции новогодние, семейные? Как вы проводите и встречаете Новый год, и проводите вот в новогодние праздники все? Вы знаете, это, наверное, стандарт, как у всех, при том, как мы готовим, да, оливье нарезаем, это всегда обязательно. Оливье, мандарины? Оливье, да, гранатовый браслет, куча сладостей, куча вкусных салатиков. Вот, конечно же, просмотр фильмов, которые не могут, да, не создавать эту новогоднюю... Которые создают волшебную новогоднюю атмосферу. Всегда мы встречаем в кругу семьи, это обязательно, но с большим количеством друзей. В последние годы у нас так повелось, у нас огромная компания, тоже всем привет, порядка 20 человек, и мы все вместе... Ого, утренник, вечерник! Да, мы распределяем, кто что готовит, у нас масса блюд всегда на столе, мы распределяем различные конкурсы, программы, то есть у нас такого нет, что мы сели, празднуем, все, нет. Мы всегда играем в различные игры, то есть проводим это очень весело, всегда обязательно с детками, для детей обязательно анимационную программу тоже делаем, Дед Мороз, Снегурочка, подарки. То есть всю эту волшебную атмосферу нужно как можно дольше, чтобы детки в это все верили и обязательно погружались каждый год. Замечательно. Анастасия, вы же понимаете, что вы пример, вот такой символ красоты в Ростове. Вот как после этого конкурса изменилась ваша жизнь? Обращались ли к вам за каким-то, может быть, советом девушки? Вы знаете, моя жизнь изменилась кардинально. Помимо того, что я стала участвовать в очень многих, да, и программах, и снималась в фильмах, и стала лицом бренда нескольких компаний очень серьезных, стала моделью, стала блогером, то есть настолько моя жизнь изменилась, да, что повернулась в такое русло. Во-первых, я познакомилась с очень многими людьми, актерами знаменитыми, вообще с публичными людьми. То есть вот в декабре, буквально и ноябре я пять или шесть раз летала в Москву на другие конкурсы красоты, где тоже сидела в жюри, оценивала уже теперь новых девчонок. А как это сидеть в жюри? Вы знаете, это намного ответственней. То есть это настолько сложно, вот на мой взгляд, лучше выйти на подиум сто раз, пройтись по нему, сделать визитную карточку, чем смотреть, и ты понимаешь, что от тебя зависит судьба этих девушек, ты понимаешь их волнение, ты чувствуешь все, что происходит у них сейчас внутри, и сделать выбор, вот, и понять, кто же, вот, кто самая красивая. Тем более сейчас это так сложно в том плане, что, ну, ценители-то истинной красоты, да, а много девчонок, которые что-то себе делают, творят, и ты смотришь, такой присматриваешься, и думаешь, действительно ли нет. Вот как вы думаете, от чего? От комплексов каких-то? Вот почему хотят девушки что-то делать? Вы знаете, по разным причинам. Первая причина, это все-таки комплексы, а вторая причина, это тенденции моды. Многие, знаете, не понимают, что нужно иметь какой-то внутренний, да, там, изюминку свою, держать себя и показывать именно такой, какая ты есть, свою природную красоту дарить. Многие как-то забываются и пытаются, наоборот, быть как общая масса. Это неправильно. Наоборот, нужно выделяться из толпы. И, вы знаете, вот, ну, у многих же такое мнение, не хочу быть, а вдруг я там подумаю, что я гадкий утенок или еще что-то. Да нет, вы будьте лучше самой собой, будьте харизматичны, интересны. И природа не просто так нас сделала, всеми такими, да, разными. Потому что, ну, как говорится, вот, не даст соврать, да, молодой человек нас, что... А я не дам соврать, поверьте, я для этого... У мужчин, даже вот, у любого мужчины спросишь, ну, каждая девушка по-своему красива, просто... Вот тут я подписываюсь, правда, под каждым вашим словом. Анастасия. Прекрасное пожелание и слова для всех наших телезрителей. Действительно, если вдруг что-то вот в этом уходящем году случилось у вас, вы хотели каких-то изменений внешних, может быть, стоит сейчас подойти к зеркалу, посмотреть на себя, улыбнуться и сказать, я самая прекрасная и обаятельная и привлекательная. И одна из таких прекрасных, обаятельных и привлекательных сегодня была у нас в гостях Анастасия Бокшер.